Вот и пришло время передать свой опыт новичка, другим новичкам, ну и возможно старичкам. Всем привет, с вами как всегда Гофыч, сегодня я вам расскажу свое общее мнение о ветке Е100, которую мне посоветовали качать подписчики. Для записи данного видео я снова прошел данную ветку, поиграв на каждом танке по 50 боев. Оценивать танки я буду по 10-бальной шкале, прошу строго не судить, так как я новичок и просто хочу поделиться своими знаниями и достижениями с новичками. Но также пишите свое мнение о данном видео, так как это первое серьезное видео для меня, к которому я готовился не один день. И первым у нас открывает список средний танк 5 уровня ПЗ-4Г. Плюсы данного танка. Хорошая броня, приемлемая скорость и управление, если все это соединить воедино, то получается неплохая машина, которая способна танковать урон и даже отлично ромбовать. Минусы данного танка это скорость перезарядки. 7 секунд для меня это слишком много. На минутку у Тигра 2 перезарядка составляет 7,6 секунд. А это танк 8 уровня. Урон по характеристикам написан 160 единиц, но вылетает в среднем от 120 до 140 единиц в этом диапазоне. Картонные части танка, конечно, будет и более 160 урона, но лучше всего возить с собой пару голдовых снарядов. Комфорт игры на данном танке составляет для меня 5 баллов из 10. Вроде все неплохо, но на данном танке неохота задерживаться. На шестом уровне мы открываем ВК-3601H. Плюсы. Отличная броня, которая шьется в лоб только на голде и люк. Прям вот это огромный плюс данного тяжа. Вторым плюсом будет хороший урон. Стабильно вылетает 200 плюс единиц урона. А это уже круто. Перезарядка приемлемая. 7,2 секунды. Но и минусы у данного танка есть. Как вы поняли, у данного танка проблемы со скоростью. Хоть танк со всеми бустами и полной прокачкой летит со скоростью 30-35 км в час, но данной скорости почему-то не чувствуется. Хромает управление. Прям вот сложно поворачиваться и вертеться на данном танке. Но так как это тяжелый танк, то ему простительно. Еще есть проблемы с точностью. На дальние расстояния частенько можно мазать, но это не критично. А так минусов я больше не увидел и не почувствовал. Комфорт игры на данном танке составляет для меня 8 баллов. Данный тяж хороший. Правда мобильность его подкачала. Но играть на нем можно с удовольствием. Гофыч одобряет. Боль на седьмом уровне от Тигра первого. Для записи данного видео я играл на данном танке вновь. Но тут просто боль. Статистику я даже исправить не смог. Да и не хочу особо. Плюсы. Перезарядка 5,5 секунд. А вот насчет урона я даже и не знаю. Вроде вылетает 200 плюс урона, но я его просто не почувствовал. Нет ощущения, что ты можешь бодаться с другими тяжелыми танками. Скорость и управление данного тяжа. Мое почтение. Танк летает по карте. Можно так сказать. У данного танка один большой минус. А броня на этом танке вообще есть. Танки 6 уровня. Которые шьют данный танк на галде в лоб. А седьмые и восьмые уровни делают из этого танка просто решето. А про бока я вообще молчу. Комфорт игры на данном танке составляет для меня 3 балла. Не хочу я занижать оценку, потому что танк-то хороший. Но это без комментариев. Если накинуть данному танку пару миллиметров брони, то танк будет хорошим. Но даже ВК-36, а это танк 6 уровня, просто уничтожает Тигра 1 в пух и прах. Тигр 2 или конфетка ветки Е100. Я даже и не знаю, что тут и говорить. Лучший танк, который у меня остался в гараже с первых же минут игры на нем. Даже удалять его не хочу. Плюсы данного тяжа. Отличная броня, которая шьется только на галде. Единственно нужно следить за башней, так как у нее маленькие углы брони. И вам в 70% случае будут стрелять по ней и в люк. Скорость, управление, все на высоте. Ну и конфеткой на торте является урон в 300 плюс единиц и перезарядка 7,6 секунд. Благодаря этим параметрам вы налегке возьмете мастера на данном танке. Гофич ручается за данный танк. Комфорт игры на Тигре 2 составляет для меня 10 из 10 баллов. Почему 10? А вы поиграйте на данном танке. Потом скажите, в чем же он все-таки плох? Со своей задачей танк справляется. Отлично. А на 9 уровне нас встречает Е-75. С первого взгляда данный танк мне показался очень плохим. Но по играх на нем спустя пару тысяч боев, мое мнение о нем изменилось. Но не до конца. Могу сказать одно. Данный танк очень плохой в стоке. Прям очень. Но вы крепитесь. Из плюсов хочу выделить скорость и управление данным танком. Они приемлемы для тяжа. Все в принципе с этим нормально. Но минусов очень много. Первое. Это его перезарядка. 12 секунд. Как по мне, для такого урона очень большая уж она. Секунд 10 было бы в самый раз, я думаю. Про броню я даже не знаю как говорить. Вроде бы она есть. Даже иногда прям чувствуешь эту броню. Как снаряды отскакивают от нее. Но по большей части тебя просто бьют в башню и НЛД. Комфорт игры на данном танке составляет для меня 6 баллов. На данном танке играть можно. Даже можно брать мастеров. Но НЛД оставляет желать лучшего. Е-75 был бы отличным танком, если бы НЛД пробивалась как у Тигра 2. Только на голде. Но увы и ах. А в целом на танке играть можно. И вот он. Танк 10 уровня. Е-100 на ваших экранах. Скажу пару слов о данном танке. Я в этот танк влюбился, можно сказать. Количество боев все говорит за меня. Плюсы Е-100. Отличный стабильный урон в 600 единиц. Иногда бывает и 500 вылетает. А может порадовать и выдать 700 урона. Все зависит от брони противника. Приемлемая перезарядка в 15 секунд. Отличная броня. Скорость, подвижность. Все в ажуре. Минус 1. И это сведение. Мне оно не очень понравилось. Долговато все же. Ну и разброс. Он есть. И иногда можно просто мазать по противнику. А так, комфорт игры на данном танке я поставлю 9 из 10. Даже несмотря на минусы танка, на Е-100 очень приятно играть. И я на нем играю в удовольствие. Так что я одобря данный танк и всем советую. Так как свой рекорд по урону я поставил именно на нем. Вот и подошел мой обзор немецкой ветки Е-100 к концу. Общая оценка данной ветки составляет 6,8 баллов из 10. Повторю еще раз. Это сугубо мое мнение, которое я вынес после прохождения данной ветки. Все мои достижения вы видели визуально. Я опирался на свои ощущения при игре на данных танках. Надеюсь, обзор получился информативным. И вы получили общее представление о данной ветке. А с вами был Гофыч. Пишите свое мнение о данном обзоре. И понравилась ли вам ветка Е-100. Всем удачных боев. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok